МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречные новости. В студии Светланы Теплухина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Транспорт для каждого. Предложенный Заречным проект нерегулярных общественных перевозок вошел в число финалистов целевого отбора программы 100 городских лидеров. Если же маршрут интересен не только тебе, то тогда любые другие интересующиеся люди могут подключиться к этому маршруту, разделив стоимость поездки. Обмен опытом. 20 педагогов из городов-участников проекта Школы Росатома проходит стажировку на базе Зареченской гимназии номер 216 «Дидакт». Видно, что в целом гимназия очень командная такая у них работа, и поэтому наверняка они именно поэтому достигают таких высоких результатов. Взятие крепости. Зареченские школьники приняли участие в военно-патриотической игре «Полигон-2.0». И далее подробнее об этих и других событиях. Заречный вошел в число финалистов целевого отбора программы 100 городских лидеров. Эта программа направлена на развитие городских сообществ. Ее цель – вовлечь как можно больше активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа организована совместно госкорпорацией Росатом и агентством стратегических инициатив. В рамках программы будут отобраны 100 команд, предложивших свои проекты. Эти команды пройдут обучение и получат поддержку при реализации своих инициатив. Неравнодушным горожанам помогут включиться в процесс преображения городов и расскажут, как запустить изменения к лучшему здесь и сейчас. В первом целевом отборе в числе победителей названы 10 городов атомной отрасли, в том числе и Заречной, с проектом «Транспорт для каждого. Система нерегулярных общественных перевозок». О сути этой инициативы – материал Ксении Тризне. Создать гибкую систему маршрутов, адаптированную под потребности жителей, и координировать усилия и возможности всех городских перевозчиков позволит проект «Транспорт для каждого. Система нерегулярных общественных перевозок». Эта зареченская разработка вошла в число финалистов программы «100 городских лидеров», организованной агентством стратегических инициатив и госкорпорацией «Росатом». Цель проекта – расширить сеть междугородних маршрутов, дать зареченцам возможность предлагать свои варианты передвижения общественного транспорта и пункты назначения в Пензе. «Если же маршрут интересен не только тебе, то тогда любые другие интересующиеся люди могут подключиться к этому маршруту, разделив стоимость поездки, либо вообще, ну если таких людей достаточно много, они будут обслужены автобусами прямым маршрутом по цене дешевле, чем люди тратят на обычные свои перевозки». Это позволит зареченцам не пересаживаться на пензенский общественный транспорт, а добираться в торговые центры, спортивные, культурные и образовательные учреждения по прямому и удобному маршруту. В перспективе планируется запустить программу лояльности, установить связи с наиболее посещаемыми объектами в областном центре. «Если мы доставим к ним наших жителей, так скажем, сразу полный автобус, то мы надеемся, что эти объекты пойдут нам навстречу и, соответственно, снизят стоимость посещения. Я представляю, что подъехал автобус к зоопарку, все зареченские родители с детьми вышли из автобуса и билет им стоит гораздо меньше, чем если бы они приехали на своей машине». Те, кто работает и учится в Пензе, смогут сэкономить время в пути и деньги на дорогу. Проект «Транспорт для каждого» призван расширить возможности использования общественного транспорта горожанами и установить новые, более прочные связи с областным центром. «Разрабатывать такие проектные решения, которые позволяли бы нам использовать это преимущество близости к областному центру, использовать его ресурсы, те возможности, которые и там есть, инфраструктуру, которая там есть, а в Заречном, допустим, ее нет». По итогам презентации на конкурсе «100 городских лидеров» проект «Система нерегулярных общественных перевозок» получат методическую и экспертную поддержку Агентства стратегических инициатив. Разработку планируют подготовить к запуску в конце текущего года. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Проект Госкорпорации «Русатом. Русатом. Вместе», а также проект «10 песен атомных городов» вошли в число лауреатов 22-й национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Эта награда учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой России, Российским союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 22 года в конкурсе на соискание премии приняло участие более 4,5 тысяч проектов. В этом году в список номинантов на получение премии вошли 59 коммуникационных программ из 185 заявленных к участию. Конкурс социальных проектов «Русатом. Вместе» и проект «10 песен атомных городов» были заявлены в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Члены жюри отметили, что «Русатому» удалось вовлечь в свои социальные проекты большинство жителей атомградов. Так, в конкурсе «Русатом. Вместе» участвовали 20 городов атомной промышленности и 18 проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан страны «Русатом» всех возрастов. С июля по декабрь 2018 года атомные города боролись за победу в четырех конкурсах. Конкурс социальных проектов Госкорпорации «Русатом», конкурс координаторов социальных проектов, лучший месячник Госкорпорации «Русатома» и День города в Госкорпорации «Русатом». Абсолютными победителями по итогам конкурсных мероприятий были признаны Заречной Пензенской области и Нововоронеж. Они получили денежный грант, который будет направлен на развитие территорий. Десять песен атомных городов были задуманы как подарок к десятилетию «Русатома». Проект объединил более полутысячи исполнителей в возрасте от 5 до 92 лет из 21 города атомной отрасли. Результатом стали 10 уникальных видеоклипов. Руководство Госкорпорации «Русатом» приняло решение продолжать проекты «Русатом вместе» и «10 песен атомных городов» и в 2019 году. В школе «Русатома» уроки для учителей. 20 педагогов из городов-участников корпоративного образовательного проекта проходят стажировку в гимназии номер 216 «Дидакт». Своим опытом с коллегами делится победитель конкурса учителей в номинации «Мэтр» Екатерина Бондарь. В течение трех дней участники стажировки учатся создавать такую образовательную среду, в которой станет возможна индивидуализация обучения, то есть выбор и реализация ребенком собственной программы образования. Предмет в образовательной среде. Он должен побудить к кому-то действию, к замыслу. Все детали построения образовательной среды, вплоть до организации внутришкольного пространства, обсуждают педагоги из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Они принимают участие в стажировке, которую проводит Екатерина Бондарь, учитель химии гимназии номер 216 «Дидакт», победитель конкурса учителей в рамках проекта «Школа Росатома». Все занятия посвящены принципам построения образовательной среды, которая позволит научить ребенка не просто учиться, а успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Важно сделать так, чтобы ребенок получил опыт получения образования через всю жизнь. И это возможно только в том случае, если он узнает и свои особенности, и свои способности, и научится строить траекторию своего развития. Индивидуализация ребенка – так это называют методисты. Такой подход к обучению и воспитанию – это требование времени. Во многих школах, в городах-участниках проекта «Школа Росатома», педагоги стараются выстроить образовательную систему, в рамках которой будут созданы условия для формирования у детей необходимых компетенций. Будем работать с индивидуальными учебными планами детей, предлагать им варианты выбора своих образовательных маршрутов. Поэтому я скажу «Да», тема актуальна. Поиск себя и организация собственного процесса обучения – это всегда выбор, осознанный и обдуманный. Программа стажировки выстроена таким образом, чтобы участникам тоже постоянно приходилось решать, что им важнее и нужнее. Они имеют возможность и выбрать и мастер-классы, и выбрать и мастерские, которые они посещают. И у них есть возможность выбрать, какие пробы они будут осуществлять. На три дня гости из городов присутствия госкорпорации «Росатом» погружаются в жизнь гимназии номер 216 «Дидакт». Они посещают уроки коллег, решают различные методические задачи на занятиях, сами проводят мастер-классы друг для друга и, конечно же, наблюдают за жизнью школы, перенимают опыт. Екатерина – очень такой наполненный человек, очень интересный. И видно, что в целом гимназия – очень командная такая у них работа, и поэтому наверняка они достигают таких высоких результатов. И очень интересно смотреть за тем, как они друг с другом взаимодействуют, как они взаимодействуют с нами. Участники стажировки будут не только наблюдать за работой коллег, но и сами попытаются применить полученные знания на практике. Один из обязательных пунктов программы – работа с детьми. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Проект «Школа Росатома» с точки зрения его многолетнего участника. Работа Зареченской гимназии номер 216 «Дидакт» как сетевой школы проекта с точки зрения эксперта. Все это и многое другое в беседе с нашим сегодняшним гостем. К нам в студию придет эксперт проекта «Школа Росатома», педагог и заместитель директора школы номер 64 города Лесного Свердловской области Ирина Зырянова. Смотрите интервью сразу после основного информационного блока. Ну а пока вернемся к другим темам. В сквере Димакова развернулись боевые действия. Вооружившиеся бумажными снежками школьники штурмовали крепость, в которую превратился детский городок. Игра «Полигон 2.0» состоялась в рамках месячника военно-патриотической работы. Участие во взятии крепости приняли команды из всех школ города. За ходом сражения наблюдали мои коллеги. Посреди белого дня в Заречном был оцеплен сквер имени Димакова. Неподалеку от детской площадки работали саперы. Они расчищали дорогу танковым войскам. С другой линии фронта работала разведрота. Завязались боевые действия. По такому сценарию разворачивались действия военно-патриотической игры «Полигон 2.0». Захваченную противником крепость штурмовали учащиеся пятых-восьмых классов школ города. У каждого своя задача, а цель у них у всех общая – захватить крепость. То есть это несет не соревновательный момент между школами, а наоборот игра на сплочение. Ребята учатся работать не только в своей команде, но еще и с чужими командами и с других школ. Каждая команда получила боевую путевку и распределение в отдельные подразделения войск. Разведывательную операцию проводили партизаны из 222-й школы. Нам нужно было узнать и найти человека с усами человека. Отплатить у него пакет. Быстро нашли? Да. Мы его повалили. Непростая задача стояла и перед танкистами из команды 225-й школы. Они на надувных водружках отвоевывали подступы к крепости. Как решали задачу? Просто бегли на пролом и все. Какой тактике придерживались? Ну, нам раздали карты и строго по маршруту все двигались. По очереди все. Выжидали. Перед тем, как подойти к крепости, какая у вас задача стояла? У нас стояло прорвать линию обороны. Как вы это делали? То есть, самим прорвать линии, которые натянуты вокруг крепости, чтобы подошла пехота. В итоге крепость, которую защищали активисты детского движения Юнзары, была взята. Лицеисты водрузили знамя победы, что означало окончание боевых действий. Все участники военно-патриотической игры «Полигон 2.0» отправились дружно пить чай и обмениваться впечатлениями. Наталья Елистратова, Владимир Плещук, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские школьники поборются за призы газеты «Пионерская правда». В течение двух дней в нашем городе будет проходить муниципальный этап всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций по лыжным гонкам. Победители примут участие в региональном отборочном туре, а спортсмены, показавшие лучшие результаты в областном этапе, отправятся на финальные старты в город Первоуральск Свердловской области. Кроме того, по результатам городского этапа школьникам могут быть присвоены спортивные разряды. С городской лыжной трассы репортаж Станислава Корякина. Школьники Заречного вступили в борьбу за призы газеты «Пионерская правда». Всероссийские соревнования проводятся Федеральным министерством спорта, Общероссийской общественной организацией Федерации лыжных гонок России, редакции газеты «Пионерская правда» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. В первом туре муниципального этапа участвовали школьники среднего и старшего звеньев. Соревнования проходят с 5 по 11 класс в двух возрастных группах. 5 и 8 класс и 9 и 11. Юноши и девушки. 5 и 8 класс едут все в дистанции 2 километра, и девушки 9 и 11 тоже 2 километра. А старшие юноши 9 и 11 класс едут дистанцию 3 километра. Победители муниципального этапа поборются за выход в финал в областной лыжной гонке. По ее итогам будет сформирована региональная сборная, которая в конце марта отправится в город Первоуральск Свердловской области на всероссийские финальные соревнования. Победители третьего заключительного этапа наградят дипломами, медалями, памятными кубками Федерации лыжных гонок России и Минспорта. Но это в перспективе. А пока городской отборочный этап, который помимо путевки на область, дает и вполне ощутимый для школьников результат. По результатам конкретно каждым, ну личные результаты, будут присваиваться спортивные разряды. От юношеского до первого разряда. Возможные присвоения по этим соревнованиям. Ты как-то специально готовилась к этим соревнованиям? Да, я занимаюсь уже лыжами пятый год. И на что надеешься? Надеюсь на первое место. Ну, это надо постараться еще. Как лыжня сегодня? Не пробуешь? Мне понравилось. Хорошо едет. Единственное, что она мокрая, и мне такая не особо нравится. Больше такая рассуществляет. 27 февраля за призы «Пионерской правды» поборются младшие школьники. Соревнования пройдут на лыжне физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной». Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские детсадовцы продолжают борьбу за звание самых сильных, быстрых, ловких. В рамках спартакиада «Дешкалята» малыши участвуют в соревнованиях на гибкость. Наклоны со скамейки – один из тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. И воспитанники детских садов готовы сдать норматив на «отлично». В этом убедилась Наталья Елистратова. Гибкость детсадовцев проверяли в сантиметрах. На очередном этапе городской спартакиада «Дешкалята» малыши делали наклоны со скамейки. Ребята должны были как можно больше нагнуться и постараться достать кончиками пальцев нижние отметки на специальной шкале. Есть сантиметровая разметка и результат определяется в сантиметрах. У кого больше результат, тот и победитель. У нас и личные, и командные. Личные у нас отдельно среди девочек, отдельно среди мальчиков. И командные берут пять лучших результатов девочек, пять лучших результатов мальчиков. При выполнении упражнения дошкольники должны были соблюдать определенные требования, поскольку тест на гибкость входит в нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Как правильно ставить ноги и тянуться к лучшему результату, ребятам объясняли инструкторы по физической культуре. Ребята, наклоняться можно одним разом и зафиксировать раз, где результат пишем. А можно сделать два пружины и на третье зафиксировать. И фиксация. Некоторые участники соревнований удивили инструкторов по физической культуре своими результатами. Причем рекорды были не только у девочек, которые занимаются танцами и художественной гимнастикой, но и у мальчиков-спортсменов. Развитие гибкости – это одно из основных направлений физического развития детей раннего возраста. В детском саду мы часто используем комплексы общеразвивающих упражнений, это всевозможные наклоны, складочки, растяжки, выпады. Это способствует правильной подготовке спортсменов к выполнению данного вида. Результаты соревнований на гибкость будут известны после того, как в них примут участие все команды детских садов. Следующий этап городской спартакиады Дешкалята – прыжки в длину. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Сильнейшие зареченские пловцы принимают участие в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования начались 26 февраля и проходят в Пентинском бассейне «Сура». В программе первого дня стартов были 100-метровки бутерфляем на спине, вольным стилем и брасом. Воспитанники специализированной детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Союз» выступают в составе сборной Пензенской области. Одним из первых в копилку команды медаль принес зареченец Роман Ларин. Он завоевал серебро на дистанции 100 метров на спине. Медалей мы ждем также от одноклубников Романа – мастеров спорта России международного класса Александра Харланова и Егора Сучкова. Соревнования продлятся еще три дня и завершатся 1 марта. Проект «Школа Русатома». Чем он становится для его участников? Об этом через несколько минут, сразу после рекламы. Только с 22 февраля по 3 марта скидки до 50% на всю зимнюю коллекцию в ЛАЛЕ Антилоп. ЛАЛЕ Антилоп Я откушать буду рад вкусный царский сервелат, а любимый караван на него даст скидку нам. Колбаса «Сервелат царский» «Дым-дымыч» 350 граммов – 79,90. Бедро куриное, охлажденное – 129,90. Конфеты «Мореход» вафельные – 179,90. Яблоки «Айдарет» сезонные – 69,90. Акция действует с 26 по 28 февраля 2019 года. Лови момент в караване! Внимание! Сенсация! Только этой зимой ставим окна бесплатно. Если с другом вышел в путь, веселее дорога, а в санатории «Березовая роща» еще и дешевле. С 9 января по 31 марта. Супер-акция! 1500 рублей в сутки на одного человека, 2600 на двоих. Телефон 564949. Новости на канале «Заречный» продолжаются. Сейчас у нас время встречи с гостем. И я с удовольствием приветствую в нашей студии Ирину Вячеславовну Зырянову, эксперта стажировки, которая сейчас в настоящее время проходит в нашем городе. Стажировка Екатерины Анатольевны Бондарь в рамках проекта «Школа Росатома». Ирина Вячеславовна приехала к нам из города Лесной. Добрый вечер! Добрый вечер! Ирина Вячеславовна, прежде всего расскажите, пожалуйста, о ваших личных взаимоотношениях с проектом «Школа Росатома». Как давно вы в этом проекте? Ну, в проекте «Школа Росатома» я уже, получается, шестой год. Если говорить о взаимоотношениях, то в данном случае ключевым, наверное, будет являться школа. И не побоюсь этого сказать, что я взращенная выпускница этой школы, потому что была и финалистом конкурса педагогов, была победителем конкурса педагогов, мэтром. Но сейчас через конкурс, очень тяжелый, сложный, я стала экспертом. Ирина Вячеславовна, вот вам как педагогу проект «Школа Росатома» помогает? И не является ли помехой вашей повседневной педагогической деятельности? Потому что не секрет, что участие в конкурсных программах проекта «Школа Росатома» это, в общем-то, тяжелый труд, который занимает достаточно много времени у педагога. Ну, вы знаете, «Школа Росатома» — это, собственно, история про выращивание, про выращивание профессиональных позиций, профессиональных компетенций. И здесь именно выращивание, то есть постепенное. И, соответственно, для меня работать в деятельностном формате, деятельностно, постоянно искать новые способы, искать сложности, трудности, это для меня образ жизни. И поэтому тому, для кого деятельность, как, например, жизнь — это необходимые условия, то для меня это вот все очень легко, просто и гармонично, самое главное. Поэтому для меня это несложно. Для тех педагогов, которые действительно впервые встают на такой сложный, трудный путь обновления, да, это сложно, потому что они живут еще в других позициях, им приходится перестраиваться в эти позиции. А, как говорится, когда два ВОЗа, это всегда очень сложно. Ирина Вячеславовна, «Школа Росатома» действительно кардинально меняет какое-то отношение к процессу обучения, отношение к взаимоотношениям учителя и ученика. Вы знаете, «Школа Росатома», вот я хочу сказать, что это бренд, это бренд образовательный, потому что у них свои технологии, технологии необычные, технологии, когда не быстро меняется что-то, а постепенно сопровождается педагогом индивидуально. Поэтому этот процесс, да, происходит обновление, но этот процесс обновления для тех, кто хочет обновляться, и здесь какого-то особого насилия абсолютно нет. Здесь либо ты принимаешь и идешь, и понимаешь, что развивающее обучение, в котором «Школа Росатома» живет, это будущее, ты идешь к будущему. Но если нет, то нет. Есть выбор всегда. Живут ли ваши ученики вот в этой «Школе Росатома», то есть применяете ли вы все вот эти технологии на своих уроках? Ну, я бы сказала, что да, потому что для меня это гармоничный процесс. Он не делится на процесс в школе и вне школы. Да, мои ученики активные участники проекта «Школа Росатома». И вот последний проект, в который мы влетели буквально неожиданно, и нам это нравится, и не просто нравится, а это мероприятие, которое мы до сих пор не можем разгадать, оно сложное для нас, это проект «Атом.ТВ». И поэтому мы второй год в телевидении, и еще познаем и познаем. Поэтому вот «Атом.ТВ» – то, чем мы живем, то, чем мы болеем, и та трудность, которую нам еще надо разгадывать и разгадывать. Поэтому зацепила. Ирина Вячеславовна, и если переходить уже конкретно к стажировке, на которой вы сейчас присутствуете, стажировка, которую ведет педагог гимназии 216 дидакт, Екатерина Анатольевна Бондарь, с какими ожиданиями вы приехали, и что вы увидели интересного? Ну, я должна сказать, что с дидактом у меня своя давняя история. И вообще, если мы говорим об инструментах, то дидакт само слово говорит о системе инструментов. Ирина Вячеславовна, вот та тема, которая поднята на стажировке Екатерины Анатольевны, насколько вот сейчас она важна и актуальна для современной школы, для школы «Русатома»? Ну вот смотрите, дидакт, они же живут в развивающем обучении очень долгое время, да? И это уникальные механизмы, инструменты, которые сегодня в рамках современных образовательных стандартов играют совершенно иначе. Они как раз играют на развитие результатов личностных, ценностных. Они как раз помогают понять, как формируется личность, как формируется его выбор, что нужно сделать такого в пространстве любой школы для того, чтобы ребенок сам захотел что-то сделать, сам захотел сделать шаг в будущее, сам придумал лестницу, может быть, без ступеней, но он ее придумал. И в этом смысле стажировка в дидакте, в том числе у Екатерины Анатольевны Бондарь, в проблемном зоологии она отвечает на этот вопрос. Она не дает готовых ответов, но она отвечает на этот вопрос, как придумать лестницу без лестницы. Поэтому как человеку быть деятельным, хотеть делать? У меня уже это третья стажировка. И на прошлой стажировке мне очень понравилось, как стажер формулировал свою цель. Вот что я хочу от стажировки, что я буду на ней делать? И вот один стажер написал, делать неделаемое. Делать неделаемое. И вот Екатерина Бондарь вместе с огромной командой под руководством Марины Александровны Матвеевой, они как раз создают условия для того, чтобы те же самые стажеры понимали, ну хотя бы выстроили путь, как делать неделаемое. А на самом деле это возможно. Это возможно с проектом школы Росатома. Ирина Вячеславовна, понятно, что стажеры приезжают к ведущему стажировки, чтобы действительно какие-то, может быть, технологии посмотреть. Но одним словом, опыт. Взять какой-то опыт. Дает ли такая стажировка какой-то положительный опыт самим стажером, ведущим стажировки, и той школе, в которой она происходит? Вот вся вот эта вот суета, подготовка, трехдневная работа очень активная, она полезна для самой школы, которая проводит эту стажировку? Ну вот смотрите, сама стажировка, она изначально заявлялась из опыта победителя. То, конечно же, сама стажировка, ее проведение, я так предполагаю, еще и при наличии эксперта, который дает некую отстраненную супервизию, конечно же, формирует опыт. Опыт для самого руководителя, потому что Екатерина Анатольевна, у нас уже третий раз победитель. Но, наверное, есть разница между победой в 2014 году и стажировкой, и победой в 2018 году и стажировкой. Конечно же, для педагогического коллектива, потому что из опыта победителя это целые команды. И все равно каждый стажер приезжает со своими целями, и, соответственно, опыт, он обновляется. Вот это очень важно, обновление опыта. Ну и в преддверии того, что все-таки школа сетевая, 216, и она будет принимать победителей проекта школы Росатома, то это опыт и для школы. Для того, чтобы потом стажировка сыграла на каждого педагога. Вот и последнее. Вам со стороны, вот не раскрывая всех секретов, создалась ли в гимназии 216 дидакт действительно такая команда? То есть это не отдельные педагоги, там руководители, а все-таки целая команда, которая работает в этой школе Росатома? Ну, конечно, команда. Иначе бы не было такого количества победителей в дидакте. Иначе бы дидакт не был сетевой школой. И самое главное, что в этой команде, я очень часто приезжаю в дидакты, в этой команде очень много молодых педагогов, которые в системе современных инструментов создают современную дидактику. Спасибо, что вы вот в такой напряженный рабочий график все-таки включили и визит к нам. Очень интересно было с вами пообщаться. Я желаю вам успеха и в проекте, и в педагогической деятельности. И искренне надеюсь, что мы еще встретимся не раз вот на таких мероприятиях программы «Школа Росатома». Вам большое спасибо. Спасибо. У нас в гостях была Ирина Вячеславовна Зырянова, эксперт программы «Школа Росатома» из города Леснова. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный» и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин